Недельный раздел называется «Насо». Это 35-й раздел Тора и 2-й раздел книги Беомидбар «Числа». Назван по первому значимому слову текста. «Вайдабер ащем эль Моше лемор насо этрожбный гершон». «И говорил Бог Моше, сказав, исчисли сынов гершона». То есть «Насо» переводится буквально как «подсчитай» или «произведи расчет». «Насо» — самый длинный раздел Торы. Он содержит 167 стихов с 4-й главы 21-й стих по 7-ю главу 89-й стих. И давайте мы сразу же откроем наши Библии, наше Писание. Числа 6-я глава со 2-го стиха. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет Назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу». Мы говорим и слышим очень часто о Назарее, но если мы будем исследовать вообще критическое Писание, мы увидим всего лишь два упоминания в Танахе, одно упоминание у пророка Амоса, и, как ни удивительно, в Брит-Хадаша мы можем встретить понимание слова «Назарей». Иногда его, кстати, приписывают как Ешуа, что он Назарей, но имеется в виду, что он житель города Назарет. Он не имеет отношения к тому Назарею, о котором мы сегодня будем говорить. Итак, что же такое Назарей? Назарей буквально означает «посвященный Богу», то есть «отделенный», который подступает с благоговением. То есть это очень интересное слово, но вы никогда не задумывались. Израиль уже народ, отделенный для Бога. Правильно? Правильно или неправильно? Правильно. Спасибо. Израиль — народ, который отделен от Бога. И в Израиле было колено, которое было отделено для священнослужений. Помните, это были левиты. И в колене левитов были люди, кто был освящен, определен для служения первосвященников, самих священников. И это были Каганим, да? Это сыновья Аарона, потомки Аарона. И тут мы видим еще одну такую фигуру, которая называется Назир или Назарей. Я вот тоже размышлял, и интересно получается, если мужчина или женщина решится дать обет Назарея. То есть определенный какой-то момент. Вы отделены, и вы еще хотите что-то сделать. Вы еще хотите себя отделить. И самое интересное там идут только, идут не то, что они должны делать, а от чего они должны воздерживаться. Вы помните, это вино, крепкие напитки, это прикасаться к мертвому телу, стричь волосы и все. То есть это как получается, посвящение Богу, это все. Вот Бог, я решил не стричь волосы, не кушать виноград и не пить чего-нибудь крепкого. Это что? Все? В чем же тут служение Богу? В чем же тут особое призвание, отделение? То есть ведь написано же особенно, если мужчина и женщина захотят сделать особенное решение, отделить себя в отделенном обществе. Почему это так важно? Почему это важно для нас? Почему это важно было для тех времен? Никто не размышлял над этим. Вы знаете, я тоже вначале вот прочитал, потом как-то привычно, ну и Назарей, хорошо, все нормально, дальше. А что дальше? Кто такой Назарей? Неужели вот это все, что Бог хотел, это чтобы вся святость заключалась, потому что дальше написано, что во все дни своего завета, обета, он святой перед Господом. Буквально он святыня перед Господом. То есть если мы не будем кушать виноград, мы не будем стричь волосы, мы будем святыней для Господа. Что-то тут не то. Что-то здесь не так. И я посмотрел на жизнь двух Назареев, которые мы знаем. Это первый, это пророк Шмуэль, помните? И второй, это судья Самсон, Шамшон, помните? Но они были неправильные Назареи. Они сами не выбирали, за них выбрали. К маме Самсона пришел ангел и сказал, твой сын, родившийся, будет Назареем, да? Не будет он волосы стричь. А мама Самуила стояла, говорила себе сына, да, что будет Назареем для тебя. И вот тут, знаете, у меня такая дилемма возникла. Я вот сижу и думаю, ну почему это так важно? Я размышлял, искал, читал комментарии. И знаете, все пришло очень просто. Все пришло в книге Брит Хадаша, в книгах Нового Завета. Я верю в то, что Библия, она состоит из, она полная Библия. То есть есть книги Танаха, мы его называем Ветхий Завет, есть книги Брит Хадаша. Это книги Нового Завета. Это одна книга, органическая книга, которая связана, и в которой мы можем находить ответы на все наши вопросы. И если мы посмотрим, мы посмотрим вообще на само, все, что происходило, это добровольное решение людей служить Богу. И есть условия, условия в этом служении. Это же не просто было. И заметьте, очень интересный момент. Если человек, который брал обет на зарейство, ну, с ним случалось что-то неправильное, он где-то там спотыкался, падал, он должен был принести жертву за грех, и что? Начинать все с нуля. Он сказал, вот, я беру обет на зарейство на два года. Один год без одного дня. Что-то произошло не так. Я приносил жертву за грех, жертву повинности, и что дальше? Мой срок начинался с нуля. Я думаю, что Бог делал очень сильный упор на наше посвящение. Он же не сказал, что все должны принимать. Он говорил, если ваше личное желание посвятить себя мне, вы должны делать это на определенных условиях. Есть определенные условия, которым вы должны следовать, чтобы я мог использовать вас. И если мы посмотрим на жизнь Самсона и на жизнь того же Самуила, и в Новом Завете это жизнь кого? Иоанна Крестителя. Мы увидим, что их жизни были наполнены определенными действиями. Мы увидим, что их жизни не отличались от другого. В них было постоянное какое-то напряжение, наверное, правильно? Какие-то, ну, я хотел сказать, приключения, но как-то странно. Хотя Павел говорил, что странные приключения в Господе есть. И мы можем видеть, что их жизнь — это была жизнь служения. И за эту жизнь они платили определенную цену. И вот мы смотрим, что же говорит Господь в 6 главе. Если мужчина и женщина решатся, то есть это выбор, это выбор людей, которые уже являются отделенными. Потому что Израиль — это был единственный народ в то время, который знал живого Бога. Израиль был единственный народ, который являлся Божьим народом и которого Бог называл своим. И вот он говорит, если в вашей среде будут люди уже отделенные, которые захотят посвятить себя мне, они могут это сделать. Но это должно быть их решение. И если они принимают это решение, они должны следовать определенным правилам. И мы читаем в Писании, что Бог говорит, будьте святы, ибо я, ибо я свят. И Он говорит, что если вы будете послушны глазу моему, что я буду делать? Я буду через вас совершать великое и невозможное. И вот мы смотрим дальше. И во все дни на заре своего святого Господа. Чьей святого? Своей святостью? Или святостью Бога, который отделил его? Давайте мы посмотрим, время так быстро летит. Но я хочу, чтобы мы просто поняли, что очень часто мы говорим что-то Богу. Мы обещаем Ему. Мы говорим, Бог, мы будем служить Тебе. И вы знаете, это тоже какой-то момент назарейства нашего Нового Завета. То есть мы все призваны служить, но есть люди, которые говорят, нам этого мало. Мы хотим посвятить себя Тебе. И Бог говорит, хорошо, я открыт. Наступает момент, с нами что-то происходит. Мы, где-то опускаются руки, где-то мы спотыкаемся, падаем, и часто мы уходим от того обещания, которое мы совершили. Но если мы посмотрим в Торе, в Танахе, то Бог говорит, если это произойдет, вы можете вернуться и начать все сначала. это начало, это вы можете продолжить. Вы споткнулись, праведник 7 раз упал, 7 раз встал и пошел дальше. Понимаете, если сегодня мы обещали Богу что-то делать и не делаем, то это хорошее время подняться, остановиться, подняться и начинать делать то, что мы обещали. Вот вся идея Назарейства. Выполни обещание, данное Богу. Выполни то, что ты ему обещал. Это одна из граней. Но еще интересный момент, который меня, мы с Виктором, нашим братом Расюком общались, и вот он обратил такое внимание, я никогда об этом не думал. Вы закончили свой путь Назарейства. Все, вот идеально, день в день, как вы перед Господом говорили. Это победа. Конечно, победа. Теперь вы можете, так сказать, идти дальше. Вы должны прийти к священнику, принести определенную жертву. И знаете, какая самая первая жертва? Жертва за грех. Подождите, как это ты святой и приносит жертву за грех? Все выполнил и приносит жертву за грех? И знаете, вы видите, очень хорошо мне, он сказал, послушайте, а когда ты делаешь что-то, и у тебя все получается, кто, у кого получается? У тебя? У меня. Я это сделал? Я это сделал. А кто тебе помог? Бог. И Писание говорит, что все от Него, все им, и Богу слава во веки веков. То есть получается, что грех очень простой, это просто обыкновенная моя, какое? гордость. Я сам сделал. Я сам сделал. Это я сделал. Я достиг. И Бог, чтобы уберечь своего уважаемого друга от такой вещи, Он просто говорит, подстрахуйся. То есть все, что мы делаем, мы делаем с помощью Бога. Вы понимаете саму идею? Мы можем исполнить наш обед только, когда Бог нам поможет. Он будет идти впереди. И, по-моему, Спенджер сказал, что если Бог посылает тебя в огонь, Он пойдет рядом. Если Бог пошлет своего ребенка в печь огненную, Он пойдет с тобой рядом. Как когда-то Он пошел с тремя юношами, седрахами, драхами, авдинага. И вот назарейство, это очень интересно. Поразмышляйте над этим. Поразмышляйте, потому что вот кроме чисел 6 глава 20, 20 стиха, потом, по-моему, книга пророка Амоса, нету таких четких упоминаний о назарействе. Ну и история еще Самсона и Самуила. И то в Самуиле только один стих. Почему для Бога это было важно? Знаете, комментарии, ну, для того, чтобы заставить задуматься о нас. Почему Бог обращает наше внимание на какие-то нюансы? Что Он хочет нам сказать этим? Что мы должны взять? Какой урок мы должны взять из этого? И, знаете, посмотреть в свою жизнь и применить его. Применить его в своей жизни. Потому что легко примерять в жизни чужих людей. Это ты должен, это ты, это твоя обязанность, это ваша обязанность. Нет. Писание прежде говорит посмотри на себя. Посмотри на себя, да, вникай в себя и в учение. Так говорит Писание. Поэтому, я думаю, это хорошая глава для нас. Глава на СО. Там много интересных тем. У меня было такое желание посмотреть именно на Назарея. Поэтому хорошего вам шаббата, хорошего вам служения и пусть Господь говорит ваши сердца Духом Святым. Шалома. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова